Друзья, вкуснющий чай, попробуйте сами, ну а я приступаю к своей работе. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я хотела вам показать, как я делаю свой энергайзер, называется, энергий с чаем. В последнее время я раньше пила очень много кофе, ну кофе вот это ячменное, и я заметила, что от ячменного кофе я все-таки поправляюсь. Перестала летом пить ячменное кофе, сразу начала вес спрашивать. В последнее время я утром пью, не завтракаю, потому что как-то неохота завтракать, утром я вообще, у меня аппетита ни на чего нету. И начала в последнее время пить чай, индийский чай делаю, чай, чай латы называется. Для этого я купила себе лепкухен-гевюрц-мешок. Это здесь цимт, корица, получается, анис, кориандр, кардамон, масис, мускат, блюда, пимент, ингва, нелькен, пефер. Это гевюрц для печенюшек, по идее, для таких рождественских печенюшек, лепкухен. И в интернете заказала, ничего, мне очень нравится даже. Чуть-чуть ингвы нарезала и два чайных чёрного чая, лучше крепкий чёрный чай. У меня такой средний, но скоро закончатся эти, я куплю новый. Кандис или брауна-роцука и молоко. И ещё, что мне не хватает, это ванили. Здесь я могу добавить ванили-шоту сегодня. У меня такая ванили-шота или просто ванильный сахар добавьте, и тоже будет нормально. Ну вот сейчас я буду ставить и буду сюда закидывать и варить себе чай. Ну вот, друзья, отключила сейчас этот... Надо сейчас чуть-чуть ванильку взять. Чуть-чуть я беру, отламываю. Поковырять надо её чуть-чуть, чтобы она запах дала. Вот, да. Просто поковыряю. Он не до счёту. Теперь добавляю сюда уже сразу же, на горячую эту, этот гвёртс, где-то две ложечки. Он интенсивный, две чайные ложечки. Гвёртс добавляю. Очень интенсивный, его много нельзя. Так, чуть-чуть сейчас я его даю поджариться, чтобы он дал запах. Просто поджариться дать. Теперь заливаю это водой. Добавляю сюда ванилин и ингла-шота. Воза, какой класс. И добавляю сюда, как закипит, добавлю в чай. Сейчас закипит, оно всё. Погу чуть-чуть позже, давайте садимся. Ну вот, друзья, начинает закипать. И я закидываю свой чай сюда. И даю тоже закипеть. Вот такой у меня чаёчек будет сейчас. Это всё потом надо процедить. Сейчас покажу дальше, процесс. Даю чуть-чуть покипеть. Ну, где-то буквально 2-3 минуты оно покипело. Я убавила на низкий огонь. Теперь я добавляю молока. Примерно. Половина-половина. Половина чая, половина молока должно быть. У меня чай на весь день почти он будет в термосе. И добавляю хорошенько молочка. Теперь это всё должно закипеть. К нему сейчас добавлю ещё сахар чуть-чуть. Сахар добавляю где-то 3 ложки, может, 4 на вкус. Надо смотреть, чтобы не сильно сладко. На вкус где-то 3 хватит. Ну, теперь всё помешиваю. Всё процедить надо будет сейчас. Даю возможность всё настояться и закипеть, конечно. Ну вот, друзья, уже начинает закипать. Уже потемнело. Молоко потемнело, потому что уже чай настоялся здесь. Вот такой напиток с инглой. Вкусно, ароматный. Кому вкусу, допустим, не хватает, там можно ещё ложку добавить корицы вот этой, которой я... Или добавьте ванильного сахара тоже. Тогда ещё будет вкуснее и насыщеннее. Сейчас закипит уже, закипает. И процежу это всё в свою термоскану. И будет весь на весь день у меня вкусный чай. Ну, не на весь день. На 2-3 часа я уже выпью. Это вот мой завтрак. Особенно, знаете, когда сейчас вот запах идёт. Скоро рождественское время, да? Вот запах корицы по всему дому стоит. Вкусно пахнет. Как печенюшками. Ну, всё закипает. Я сейчас выключаю его. Молоко как только закипит, сразу его выключаешь и переливаешь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вкуснющий чай, попробуйте сами, ну а я приступаю к своей работе. Мне нужно кое-какие бумажки сейчас оформить, которые уже пришли мне документы, слава Богу, уже всё есть. Ну и сегодня пасмурная погода, я хотела делать фотографии, чтобы выставить всё это наконец-то в интернет. Ну вот, пока-пока.